Вот это ходы вредителя, который живет под корой и просто убивает. То есть это дерево уже мертвое? Видите, ни одной иголки нет. Волна активности короэда позади. Но в Беловежской пуще до сих пор подсчитывают ущерб, который нанес вредитель за несколько засушливых месяцев. Тысячи гектаров леса, под корень и в щепки. Вековым деревьям просто не хватило влаги, чтобы встоять перед жучком. А это уже последствия осушения болот в заповеднике. Что будет с природой, если вмешается человек? В 50-е годы прошлого столетия никто значения не придавал. Природу хотели не сохранить, а улучшить. То есть улучшить, а улучшить как-то осушить, чтобы легче было ходить. Вот смотрите, вы знаете, как работает обычная кухонная губка. Так и в природе. Проходят сильные дожди, болото, как губка, эти дожди впитывает. И потом потихонечку, потихонечку отдаёт. Работой над ошибками учёные Национального парка и Франкфуртского зоологического общества занялись вместе несколько лет назад. Первым эксперимент применили на осушенном рядом болоте. Никор возродить таким, как создала природа, конечно, не удалось. Но дикое от вмешательства человека пострадало меньшее, поэтому шансы спасти сейчас больше. Вот в этой пограничной зоне между оставшимся болотом и мелиоративной системой возникли проблемы. Из-за того, что мелиорация стягивает всю воду с болота на себя. И в зоне примерно до километра, полутора километров, которая прилегает к мелиоративной системе, гидрологический режим нарушен. Чтобы болото не обмелело, на осушенной территории, это больше 300 гектаров, построят 25 плотин. Когда уровень грунтовых вод поднимется, а влага перестанет уходить в поля, учёные надеются, что смогут вернуть в болото жизнь. И дом десяткам животных и птиц из Красной книги. Эта территория, я считаю, тоже наш совместный европейский наследие, потому что он балансирует гидрологический систем для Беловецкой пуши. Построить плотины намерены за месяц, но вот результат будет виден лишь через несколько лет. Специалисты уверены, это добавит иммунитет от караеда реликтовому лесу. Но первых добрых знаков ждут от птиц. В весенние разливы именно болото манят водоплавающих уток, куликов и журавлей. Елена Никитина, Игорь Хвеченя, Наши новости, Брестская область.